Добрый вечер и как всегда говорим о нашем городском хозяйстве. Сегодня подводим итоги, итоги не только недели, итоги года, нашей работы за год. Очень много знаковых событий было в этом году, выполнено достаточно много работы, много новых инициатив, которые в итоге лягут в фундамент дальнейшего развития системы городского хозяйства в Одессе. И вот, что бы хотелось отметить отдельно. В этом году мы сделали схему санитарной очистки города. Это, безусловно, очень важная схема. Это то, что ляжет в основе работы вывоза мусора, переработки мусора и сортировки мусора в Одессе. Первые шаги уже сделаны, схема сама санитарной очистки готова. И уже с конца сентября мы уже начинаем это расставлять контейнера в городе, опорожнять контейнера и так далее, согласно этой схеме. Помимо этого, в этом году мы начали устанавливать мусорные подземные контейнера. Сначала это были локации в самом центре города. В дальнейшем будем множить эти мусорные подземные контейнера во всем городе. В спальных это районах и в остальных это районах города. Так как действительно отзывы очень хорошие, в обслуживании достаточно удобные, комфортные. И визуально город выглядит с ними намного лучше. Также в этом году мы сделали, начали уже ее заполнять, наша карта зеленых насаждений. Что это такое? После того, как на карту будут нанесены все зеленые насаждения в городе, а в 2021 году мы безусловно это сделаем, то есть у каждого это растение, у каждого дерева появится паспорт. Согласно этому паспорту любой житель города сможет на онлайн карте увидеть, какая порода дерева, возраст этого дерева, у кого на балансе это дерево. Ну и если, не дай бог, какая-то аварийная ситуация, там дерево упало, либо еще что-то случилось, то мы четко понимаем, кто несет за это ответственность. Также в этом году мы сделали, можно назвать, генеральный план наружного освещения в городе. Сделали ее совместно с нашими европейскими партнерами, со специалистами, скажем так, мирового масштаба. Назвали мы ее вечерняя Одесса, и уже согласно этой схеме выполнены работы в Суворовском районе. В дальнейшем все наружное освещение в городе будет устанавливаться и меняться согласно этой карте. Уверен, жители Суворовского района заметили, ощутили уже, насколько у них вечером, ночью стало светлее. С помощью этой карты и тех новых светильников, которые сейчас устанавливаются, ночью не выключается освещение, а только становится менее ярким. И наш город ночью стал намного безопаснее. Мы помним, что один фонарь заменяет пять полицейских. Ну и хотелось бы еще отметить очень важное событие, которое состоялось в этом году. Это наконец-то появилась в Одессе альтернативная форма расчета в общественном транспорте, безналичная форма расчета. То, о чем говорилось достаточно долго, это первый шаг к полноценному электронному билету. Уже сейчас полностью все фонтанское направление работает с этой новой системой, где можно рассчитаться с помощью мобильного додатка, который абсолютно бесплатно и спокойно можно установить на вашем смартфоне. И уже до конца января месяца 2021 года весь этот подвижной состав нашего электронного транспорта будет оборудован этими валидаторами, и все желающие смогут рассчитаться без наличной формы расчета. Также с помощью этого мобильного додатка можно четко рассчитать маршрут, необходимый маршрут, самый удобный маршрут, выбрать тот либо иной вид этого подвижного состава, даже можно выбрать номер братанок, на котором вам бы хотелось совершить эту поездку. Низким полом, если в этом есть необходимость, либо может быть есть какая-то любимая машина, либо любимый вагон. Ну и на завершение хотелось бы это сказать, что достаточно серьезно эта реформа коснулась и нашего ЖКХ. Заработала система 1501, наша городская скорая это коммунальная помощь, и многие жители города уже знают, что при каких-либо аварийных это работах, специалисты с аварийной службы 1501 заряжают максимум в течение часа, и выполняются необходимые аварийные работы. Дальше, если там нужны более серьезные какие-то, ну какой-то текущий ремонт, либо это капитальный ремонт, то об этом сообщается в ЖКС с помощью дефектного акта и ведутся дальнейшие работы, что тоже держится на контроле до тех пор, пока работы не будут выполнены. Мы ввели электронные паспорта домов, которые тоже уже начали работу в ЖКСе, это Черноморском, и в дальнейшем будем множить на остальные ЖКСы города в течение года. Я уверен, каждый дом в Одессе это получит свой индивидуальный паспорт. И лицевые счета домов тоже, безусловно, очень важно. Теперь жители этих домов могут контролировать как доходную, так и расходную часть своего дома, видеть, какие есть накопления и на что эти накопления можно потратить. В этом году действительно начали очень много новых работ, выполнили действительно достаточно большие объемы, но все равно сделали недостаточно. Недостаточно из-за того, что хотелось бы. Безусловно, всем хотелось бы каких-то быстрых молниеносных изменений, но к большому сожалению невозможно сделать за год то, что не делалось десятилетиями. Поэтому мы сделали достаточно большой шаг и в дальнейшем будем уже идти по этому пути изменений, по заданному вектору и с каждым годом массив выполненной работы будет остановиться только больше. Поэтому хотелось бы попросить жителей города запастись немного терпением тех, кого еще не коснулись эти изменения, тех, кому еще не дошли ремонтные работы в их отопарадных, либо какие-то не ощутили на себе системные изменения. Это все будет. Еще раз повторюсь, невозможно за один год выполнить все. Но, поверьте, мы действительно стараемся, делаем все от нас зависящее, а иногда немного даже больше. В дальнейшем будем это развивать, будем множить все эти наши направления и уверен, что по истечению 2021 года нам будет о чем это рассказать и нам не будет стыдно за ту работу, которую мы делаем в Одессе. Давайте вместе делать наш город чище. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. В Новом году желаю всем только здоровья, только ярких и как можно больше положительных моментов и увидимся уже в 2021 году.